Спасибо большое, Алексей Михайлович, спасибо большое за разрешение выступить несколько раньше. Значит, мое сообщение представляется очень важным, и хоть в программе там стояла химия-лучевая терапия, кому зачем, я позволил себе несколько расширить это понятие, поскольку конкретно вопрос, ведь вряд ли будет стоять, только ли химия-лучевая. Сегодня так, а завтра может быть и другая неодеватная терапия, которая либо должна применяться, либо не должна, кому-то должна, а кому-то не должна. Поэтому сегодня мы поговорим о более широком падении, о комбинировании лечения раком приема кишки, кому он нужен и зачем, что мы ждем от него. Так вот, за последние 20-летия стратегия лечения больных раком приема кишки претерпела значительные изменения, и сейчас это весьма динамичное состояние, оно также продолжает развиваться. В чем это заключается, по нашему мнению? Прежде всего, переоценки роли прогностических факторов не только в исходе заболевания, но и в выборе лечебной тактики у больных раком приема кишки. То, что конкретно это, кстати, поясню, если раньше мы говорили о больших прогностическом значении максимальной и дистальной границы резекции, то сегодня, как вот только что показали вам патологи, большее значение влияния на воззритие местных, среди соответственно прогнозов, оказывает циркулярные границы резекции. В этом, в частности, заключается переоценка этих факторов. Второе. Внедрение современных методов, позволяющих более точно оценить степень распространения полипроцесса. Это, прежде всего, эндоректальная ультрасонография и магниторезонансная томография, тоже о чем сегодня слышали, о чем в своем первом выступлении, когда я говорил, что, конечно, Рюрик Сталшмельников и то поколение, оно, может быть, к несчастью, этим не обладало. Но обладало это очень, я могу сказать, несколько позже, большой интуицией, большими знаниями, что очень важно. Совершенствование принципов острого выделения прямой кишки вместе с собственной фасцией. Ведь, прежде всего, тотальная мезоректомектомия, то, о чем я все равно говорил, так, кстати, говорю, так, чем она так или иначе отличается и от зональности, и футлярности, и то, которое разрабатывалось Рюрик Сталшим Мельником же. Прежде всего, и об этом подчеркивает Хилт, острое выделение прямой кишки вместе с собственной фасцией. Конечно же, при наличии современной инструментарии делать это гораздо легче и возможнее, чем это было, извините меня, в те годы. Но стремление к этому, безусловно, должно быть. Именно это определяет тотальное удаление мезоректом. И также широкая, еще одна переоценка. Это широкая примененная адювантная химия лучевой, прежде всего, конечно, терапия, которая способствует снижению частоты местных рецидивов, повышает число органов сберегающих вмешательств и также может и приводит уже к улучшению отдаленных результатов лечения. Вот мы говорим о прогнозических факторах. А что мы понимаем под ними? Это тоже очень важно нам с вами знать. Под факторами прогноза в настоящее время мы понимаем те факторы, которые оказывают влияние на исход заболевания вне зависимости от проведенного лечения. А вот под пренитивными факторами мы понимаем те факторы, которые позволяют предсказать эффективность дополнительных методов лечения. И на основании этого правильно спланировать программу лечения больных, в данном случае, конечно, мы говорим о больных раком прямой кишки. Вот это вот очень важный слайд, о котором так или иначе уже перекликалось и будет наверняка сегодня перекликаться. Что же является на сегодняшний день самым важным в определении лечебной тактики? Оно определяется теми прогнозовыми факторами, о которых с вами я говорил. Наиболее значимым фактором прогноза развития местного рецидива является кратчайшее расстояние между опухолей и собственной фасцией прямой кишки. А вот проблема-то здесь состоит еще в том, что, например, на Т-классификации и седьмое ее издание, она не правует различия между опухолями далеко от стоящими или вовлекающими собственной фасцией прямой кишки. Все они классифицируются как Т3. И тем не менее, они имеют различный риск развития местного рецидива и требуют, и мы это знаем сегодня, требуют различных подходов к лечению. Это принципиально важно. Вот исследование Меркель, которое было проведено в 2003 году, здесь очень четко показано, изучено отдаленные результаты у больных одной и той же стадии. Т3, и тем не менее, посмотрите, какие они разные. Т3А, опухоли далеко отстоят от, собственно говоря, мезоректу, а собственной фасцией прямой кишки, часто местных рецидивов 10%, а уже при вовлечении собственной фасцией она возрастает более чем в два раза, 26,3%. И такое же влияние здесь мы видим на пятилетнюю выживаемость. С 85% она уменьшается и 54%. Исследование Меркури, которое было проведено в 1960 году, хорошо показало, так сказать, на основании данных мезоректуальной томографии, когда мы можем предсказать поражение или, наоборот, далеко отстояние собственной фасцией. Если циркулярная граница резекции была свободна, то часто рецидив 7%, а ее при вовлечении уже целых 22%, практически, процента. И это дает нам основание считать, что магниторезонанса томографии на сегодняшний день – это независимый прогностический фактор местной рецидивы. Именно в этом мы основополагающем исследовании, так сказать, и считаем, что магниторезонанса томографии – это золотой стандарт в оценке степени местной регионального состроения. Именно от этого мы отталкиваемся в выборе лечебной тактики. Вот здесь четко мы видим увеличение циркулярной границы резекции. Чувствительность этого метода достаточно высока – 85-95%, а специфичность – 95%. И еще раз повторяю, это делает ее золотым стандартом. И как и за рубежом на сегодняшний день, и в нашей стране наличие МРТ обязательно при выборе лечебной тактики больных раков и кишки. Если мы этого делать не будем, то тогда практически, извините меня, лечим слепую. Что на сегодняшний день является стандартным методом лечения? Прежде всего, хирургическое лечение. Для Т2 и Т3 и резектабельных Т4 опухоли, конечно же, острое выделение мезоректум. Острое выделение прямой кишки вместе с мезоректумом, тотальным мезоректумом и китами. Безусловно. А что же является основной задачей этого лечения? Прежде всего, достижение периферической границы резекции, свободной от опухоли. Потому что именно это будет ассоциироваться с низкой или с высокой частотой местных рецидивов. А вот краеугольным камнем в достижении этой цели является отношение опухоли к собственной фасции. Это принципиально важно. И очень важно отсюда понять, что опухоль может быть удалена в пределах здоровой ткани с помощью только хирургического метода, если ее распространение ограничено слоями кишечной стенки. И я думаю, что здесь не надо строить иллюзии. Если опухоль выходит за эти пределы, шансы больного на стойкое излечение катастрофически падают. А во всех вот этих случаях должны применяться комбинированные методы лечения, включающие в себя лучевую. Но прежде всего, на следующий день, конечно, уже это химия-лучевая терапия. Итак, определение связи опухоли с собственной фасцией прямой кишки является основным выбором адекватной лечебной тактики. И именно МРТ является наиболее информативным фактором, который позволяет оценить этот фактор. Вот как четко здесь видно, я, может быть, немножко повторяюсь, собственно говоря. Вот как хорошо на МРТ видна собственная фасция прямой кишки. Мы отчетливо совершенно здесь видим. И в данном случае на этой диаграмме вы хорошо видите, что нет угрозы в лечении края резекции. Опухоль достаточно далеко расположена. Поэтому это опухоль Т3 с хорошим прогнозом. И также хорошо мы это можем видеть при магнитной резонции томографии. Вот видите, расстояние более чем 5 мм. А вот уже совсем другая ситуация. Здесь, конечно, явная угроза в лечении края резекции, если он уже не вовлечен туда. Поэтому опухоль-то вроде бы и Т3, но прогноз здесь совершенно плохой. И вот здесь, как видите, четко мы можем это увидеть при магнитной резонции томографии. Расстояние между опухоли и собственной фасцией прямой кишки менее 2 мм. Это уже отдает основание говорить о том, что начинать лечение, так даже, скажем, с хирургического метода, оно чревато развитием местных рецидивов гораздо худшим прогнозом у этих больных. Вот как примерно на основании этих данных строилась и на сегодняшний день пока еще строится тактика лечения больных прежде всего в Европе. При наличии хорошего прогноза, то есть опухоль ограничен только пределами слоев кишечной стенки, вполне достаточно будет хирургического лечения, безусловно, в объеме тотального удаления мезоректум. Это безусловно. Это графа взята, так сказать, более знакомая из известного вестерна с Клинтом Иствудом, Good, Bad and Ugly. И на сегодняшний день эта классификация мне представляется, по крайней мере, наиболее удобной. Плохой прогноз. Что мы подведем и понимаем? Опухоль Т3А. Она проставит все слои стенки кишки и выходит в мезоректальную клетчатку, но расстояние от мезоректальной фасции до опухоли более чем 1 мм. И в таких случаях мы все-таки считаем, что предпочтитель проводить не только мы, но и в Европе предоперационную лучевую терапию, но в концентрированном режиме, 5 по 5 с последующей непосредственной операцией. И вот уж совсем плохая ситуация при опухоле, опять же, Т3. То есть она проставит все слои и выходит в парактальную клетчатку, но расстояние от собственной фасции менее 1 мм. И в этих ситуациях, безусловно, показана предоперационная химиолучевая терапия с последующей операцией. Какие же преимущества, вот я хочу, чтобы мы здесь с вами хорошо это обсудили, преимущества дополнительных методов лечения, любых, лучевая терапия и химиолучевая терапия. По каким показателям мы будем оценивать эти преимущества? Прежде всего, данные о частоте местных рецидивов, возможность расширения показаний к выполнению сфинктерсохраняющих операций, функция сфинктера, отдаленный результат, безусловно, в онкологии без этого вообще трудно о чем-либо говорить. Ну и, конечно, токсичность и качество жизни. Это обязательно тоже мы должны говорить, также лучевая, химиолучевая терапия, это небезобидное лечение, которое также и дает и свои осложнения, как во время лечения, так и после лечения, ближайшие и отдаленно, и не учитывать их мы, конечно же, не имеем права. Вот основополагающий протокол, голландское исследование, оно уже не новое, многие его, естественно, знают. Когда при конце, начале 90-х годов, тот же известный Билл Хилд, разрабатывавший, так сказать, тактику, методику тотальной мезорекомактомии, предлагал вообще отказаться от проведения злочевой терапии, и считал, и показывал, так сказать, что только с помощью хирургического метода будут достигнуты прекрасные результаты, и все их тоже знают, что старец рецидив был в до 100 степени невысока. Но это вызвало некоторые сомнения, и был проведен крупнейший вот этот голландский исследование, которое показало, две руки здесь были показаны, одни больные лечились только с помощью тотальной мезоректомактомии, то есть только хирургически, и вторая группа больных предоперационно-лучевая терапия в концентрированном режиме 5 по 5 с последующей операцией в объеме тотального удаления мезоректом. И что же мы здесь видим? А мы четко совершенно видим, что даже при выполнении тотального удаления мезоректом частота рецидива 11%, и она падает более чем в два раза при применении предоперационно-лучевой терапии. Хотя здесь нельзя не отметить, что 5-летие это выживание при такой методике лечения, она практически-то и не изменилась. Какие же вопросы родились в результате этого исследования многих других? Прежде всего, а возможно ли в дальнейшем улучшить местный контроль, а еще важнее выживаемость, раз она не увеличилась после такого исследования. И еще очень важный вопрос, а возможно ли повысить частоту ценносохраняющих операций за счет увеличения срока между лучевой терапией и операцией, повышения дозы лучевой терапии, и применения параллельной химиотерапии? Вот здесь очень важно тоже показать, что данные рандовизионные исследования четко показали, что применение концентрированной лучевой терапии, а именно она была методом выбора, с последующей немедленной операцией не ведет к значительному клиническому и патологическому рейсу, мы не можем на это рассчитывать. И таким образом, оно не может повысить частоту ценносохраняющих операций. Это то, что превышает возможности этого метода. Программа комбинированного лечения, включающая концентрированную лучевую терапию, прежде всего рассчитана на проведение операции в более областичных условиях, но никак не рассчитана, и при ней нельзя рассчитывать на регресс опухоли и изменение объема операции. Здесь для этого просто даже нет времени, поскольку операция проводится в течение 24 часа, 72 часа, и не более чем через неделю после операции. Регресс не успевает наступить, и мы не знаем, наступит ли он. Естественно, мы можем предположить, а если мы удлиним интервал перед операцией, может быть, это позволит улучшить эти показатели? И вот тогда был проведен Лионский протокол, в котором были включены 201 пациент с опухолями Т2 или Т3, которые локализовались в нижнем полярном отделе приму кишки. И вот здесь четко видно, что при интервале в 2 недели клинический регресс наступал в 53%, а если этот срок удлинялся до 6-8 недель, то уже в 72%, а патологический регресс с 10% увеличился до 26%, хотя частота мест рецидива и отдали результаты оказались идентичными. То есть проведение пролонгированной лучевой терапии и удлинение срока между ней и операцией позволило значительно увеличить количество регрессов. И это открыло перед нами новые границы в программах лечения больных раком прямой кишки. Это произвело большую-большую революцию. А что же мы понимаем под словами вообще полный регресс, который мы сейчас так любим часто апеллировать? Полный клинический, полный патологический, как мы их достигаем, имеет ли это значение, не имеет ли это значение? Что мы под этим понимаем? Я хочу, чтобы мы говорили на одном с вами языке. Что такое полный клинический регресс? Это тогда, когда опухоль не определяется по данным физикального и инструментального обследования. А что такое патоморфологический? Это тогда... И, во-первых, прежде всего, это он может быть оценен только под результатом исследования операционного материала. Поэтому, когда мы говорим о полном регрессе, так скажем, после химио-лучевой терапии, мы пытались в свое время так или иначе называть это и полным патологическим, и как, извините меня, даже угодно. Но, тем не менее, несколько лет назад мы пришли к четкому убеждению, которое на сегодняшний день, безусловно, для нас всех. После химио-лучевой терапии мы можем с вами говорить с помощью современных методов обследования только о полном клиническом регрессе. Мы не знаем, является ли он полным патологическим или нет. Полная корреляция между этим, это вопрос, естественно, дальнейшего времени. Если говорить о программах Watch and Wait, которые развивает профессор Габбергама, наверное, можно говорить по прошествии какого-то времени. Если у больного достигнут полный клинический регресс, он не был оперирован, извините меня, прошло 5 лет, и он живет без признаков рецидива метастаза, вероятно, да, мы можем говорить, был достигнут полный патологический регресс. Но во всех других случаях только морфологи, только патологи могут ответить нам на этот вопрос. Поэтому принципиальное вот еще здесь одно понятие. Полный клинический регресс, он может быть так называемым немедленным. То есть, мы провели химио-лучевую терапию, мы получили полный, как мы считаем, регресс ни клинический, ни при пальцевом обследовании, ни при эндоскопической обследовании, ни по данным МРТ опухоли еще нет. Это непосредственный полный клинический регресс. Но говорить о постоянном, так скажем так, устойчивом клиническом регрессе на сегодняшний день, и это принято уже, считается, если полный клинический регресс поддерживается в течение 12 месяцев, то есть, год, вот через год, если у больного, так сказать, не наступило признаков возобновленного роста, вот это тоже правильно понимать, не рецидива, мы еще не можем так говорить, потому что вполне возможно, остаточная опухоль-то ведь была, мы этого не знали просто. Поэтому о возобновленном росте опухоли, вот если в течение 12 месяцев не произошло, мы говорим о полном клиническом регрессе. Если он произошел, то, значит, соответственно, этого полного клинического регресса и не было, и мы должны с вами совершенствовать те методы диагностики и оценки этого регресса, и смотреть, где и в чем мы с вами ошибались. Полный клинический регресс. Вот по данным, так сказать, мировых исследований, как часто после прерубционной химио-лучевой терапии он встречается. Если мы облучаем опухоли Т1-Т2, в 25-35% случаев, при опухоли Т3-Т4 несколько меньше, 20-25%. Что нам позволяет прерубционная химио-лучевой терапия? Она позволяет нам облучить зону регионального метастазирования, и также она нарастает в течение времени. Вот это тоже сегодня принципиально, и мне очень понравилось, когда вы сказали предыдущий докладчик насчет оценки эффекта химио-лучевой терапии по данным МРТ. Она нарастает в течение времени. Смотрите, через 4 недели она встречается только в 25% отмечается, а к 12 неделе уже более чем в 30%. И это очень важно. Поэтому не надо торопиться выполнять магнитоизнацию томографию в короткие сроки после окончания химио-лучевой терапии. Мало того, что вы не получите истинного результата, вы получите завышение стадии, как совершенно справедливо было сказано. Это тоже очень и очень важно. Не надо торопиться. Вот как выглядит эндоскопический полный клинический регресс. 10 недель после химио-лучевой терапии. Вот видите, еще есть какие-то остатки. Через 12 недель чистая слизистая. Через 4 недели после химио-лучевой терапии. Видите, имеется изъязвление, так сказать, которые четко видны на эндоскопическом слизи. Через 12 недель ничего мы уже не видим. А вот в данном случае речь идет о неполном клиническом. То есть, имеется резидуальная язва. Она была до химио-лучевой терапии, и мы видим ее через 8 недель после химио-лучевой терапии. А вот что говорит нам еще и Габаргама, который является основоположником своего метода, который сейчас завоевывает, конечно, весь мир. И всем нам это очень интересно, так сказать, и дальше изучать этот метод. Применение дополнительной химио-лучевой терапии после завершения химио-лучевой терапии. Не тот период, который мы выжидаем. 6 недель было раньше, сейчас 8 и даже 12. Не просто пережидаем. Нет, мы проводим в это время химио-лучевой терапии. И в таких случаях, по ее данным, это позволяет увеличить стату полных регрессов еще более. И довести их до 65%. Вот вы вдумайте, 65%. Более, чем у каждого второго больного. Это очень существенный, конечно, результат. А вот это наши данные, которые мы изучили, когда изучали возможность магнитно-изнацитомографии в нашей клинике. Так вот, позитивно предсказуемое значение магнитно-изнацитомографии в оценке эффекта неодевантной химио-лучевой терапии. Вот посмотрите, реально, наверное, так честно говоря, мы можем говорить только о полном клиническом регрессе. Мы можем его оценить правильно в 67% случаев. Если мы будем оценивать по классификации Т1, 30%, Т2, 55%, 53%, 40%, достаточно хорошо оцениваются негативные или фатические узлы. В 88% данной МРТ мы не ошибаемся в этой ситуации. И это коррелирует с международными данными, которые на сегодняшний день говорят, что когда мы говорим о так называемом даунстейджинге, то есть понижении стадии с учетом классификации ТН, это не совсем адекватно, и это меньше влияет на прогноз, чем оценка инородной терапии по степени регресса. И мы совершенно согласны. Наши данные показывают, что и вот сегодня тоже доктор докладывала. Поэтому, конечно, мы будем оценивать по степени регресса, так как это правильно, более адекватно, мы можем оценить эту степень регресса и правильнее спланировать и тот же прогностическое значение. Ну, не буду повторять. Какие же эти оценки степени регресса? Прежде всего, это система РЕЦИСТ. Ну, это количественная оценка, которая так или иначе редко, может быть, она применяется для превышки. Но применяется. И некоторые протоколы современные, они вполне допускают оценку степени регресса по системе РЕЦИСТ. Я не буду здесь подробно говорить, чтобы время совсем не терять, но вы, наверное, это все знаете. Ну и то, что уже сказали, да? Две системы, патологи, которые предложили, это классификация Дворака и сейчас, как уже классификация Мандарта. Предложили патологи, но, тем не менее, рентгенологи, и в частности, Джина Браун, которая является классиком в этой области, пытается тоже классификацию патологическую, то есть найти те изменения, которые видят патологи, оценивая степень регресса, на слайдах магнитной резонансной томографии. И у нее это, по крайней мере, скажем так, получается и достаточно близко коррелирует. На чем вообще основаны, в принципе, я хочу два слова просто сказать, вот эти системы Мандарта и Дворака. Прежде всего, они построены на соотношении фиброзной ткани и опухолевой ткани. Больше опухоли, меньше фиброза. Больше фиброза, меньше опухоли. Один фиброз, нет опухоли. Или, извините, одна опухоль, вообще нет фиброза. Вот на чем строятся эти классификации. Вот так выглядит степень регресса, так сказать, морфологически. Видите, больше опухоли, меньше фиброза. Фиброза больше, чем опухоли. И совсем нет резидуальной опухоли. Вот здесь мы показываем полный клинический регресс. До лечения, это данные нашей клиники, опухоль прямой кишки простала все слои стенки, вырастала в жировой клетчатке. Опухоль отстояла, отсутствовалась на 3 мм. И также определялся одиночный лимфоузел, который четко виден на данных магнитной томографии. Была проведена химилучевая терапия. Соответственно, 8 недель перерыва прошло. Опухоль уже не визуализировалась. А изменение предела кишки системы представляет только фиброзную тканью и лимфатический узел. Как вы видите, здесь он совершенно исчез. Больной был прооперирован. Да, вочентбей для нас пока еще недостижимо. Так вот, результат гистологического исследования операционного материала показал наличие полного патологического регресса опухоли и лимфатического узла. Так что, как видите, здесь мы можем все-таки это все предсказать и достаточно правильно. Вот на этих данных хочу сказать, для чего мы это все делаем и достигаем. Здесь четко показано, насколько выживаемый зависит от степени регресса. Чем выше степень патологического регресса после химио-лучевой терапии, тем лучше выживаемость. Значительно, здесь это четко совершенно показано. А вот это вот наши данные. Мы обладаем данными на сегодняшний день от 143 больных. Местное распространение, он на меня подчеркивает, не Т1, Т2, а как правило, Т3, Т3, Т4, местный момент рак приемов кишки. 143 больные. Сроки наблюдения до 68 месяцев. Частота местных рецидивов, видите, она 5,5%. Вроде бы это укладывается в средние какие-то рамки. Но вот то, что я выделил вам красным. Больные с полным или почти полным патоморфологическим регрессом опухоль за время наблюдения не имеют признаков рецидива. Как это ни странно звучит, частота рецидивов у них ноль. Да, это не очень большая группа, и мы, конечно, не перевышаем себя, но тем не менее, это очень и очень важный интерес. У этих больных нет признаков прогрессива ни местного в виде рецидива, ни отдаленных метастазов. Поэтому на сегодняшний день во многих исследованиях получение полного патологического регресса является, если хотите, так называемой суррогатной конечной точкой исследований. Для того, чтобы не ждать результата, мы можем достигать этого регресса, значит, это хороший прогностический фактор. И поэтому на сегодняшний день предлагается вот такая усовершенствованность, если хотите, схема лечения, которая выглядит следующим образом. Мы стадируем со всеми применениями всех методов, проводим химиолучевую терапию, и потом уже рестадируем. И тогда, пользуясь той же терминологией «good, bad and ugly», при хорошем прогнозе, то есть полный клинический регресс, возможно рассмотреть в специализированных клиниках при хороших возможностях тактику наблюдательную. Вот здесь два слова я просто хотел подчеркнуть, иногда неправильно звучит слово. Консервативная тактика лечения. Это неправильно. Никто не предлагает консервативно лечить рак применой кишки. Это выжидательная тактика лечения. Именно так Габаргама формулируется. Она никогда не отвергает возможность и необходимость хирургического метода лечения. Не консервативная, а выжидательная. И в данном случае это и четко показывается. Watch and wait. Наблюдайте и смотрите. Наблюдайте и смотрите. При первых же признаках возврата опухоли, конечно, больные будут подвергаться хирургическому лечению. Безусловно. И эти больные в любом случае должны наблюдаться всю свою жизнь. Но это отдельный разговор. При плохой прогнозе почти полный клинический грязь. Вот здесь возможны местные иссечения опухоли. Я сейчас о нем скажу. Ну и слово мы называем ужасное или неполное. То есть, практически, когда опухоль не отреагировал. Да, мы с вами должны признать, что достаточно, по нашим данным, например, который совпадает с международными, порядка 70% опухоли реагируют на химио-лучевую терапию. Мы имеем ту или иную степень регресса. Но ведь 70% все равно это не 100. И 30%, а то и более иногда процентов. Мы видим то, что мы оценим как стабилизация. То есть, опухоль на самом деле никак не отреагировала. И фактически мы, беря больного с местно распространенным раком приема кишки на такую программу лечения, потом будем предлагать операцию больному с той же, извините меня, стадией. Что и, в общем-то, дает основания говорить, так сказать, иногда. Химио-лучевая терапия не улучшает результата. Она не улучшает результата за счет иногда вот таких больных. При наличии регресса они намного лучше. Но если регресса не было, местно распространенный рак, как был, так и остался. Ну, извините, на что же мы можем рассчитывать? Конечно, вынуждены ситуации. Мы идем на операцию. Но мы должны знать, так сказать, что здесь что-либо надо предполагать и после операционного, в адювантном режиме. Ну, алгоритм программы Watch and Bait, я, наверное, за недостатком времени говорить не буду. Это отдельная тема, которую, может быть, мы даже вообще посвятим как-нибудь и целой конференции. Потому что здесь есть о чем обсудить. Это, безусловно, очень интересная программа. И она основана на очень логических понятиях. Так что же мы сегодня можем сказать по поводу клинического ответа? Ну, конечно, все-таки это в стадии исследования. Необходимо информировано согласие пациента. Без его согласия мы не можем и не имеем права предлагать какие-либо альтернативные методы лечения. На сегодняшний день это реально только в протоколах, конечно же. Вопрос. Может быть, так сказать, только для низкоположной опухоли. Почему это так актуально? Ну, потому что низкоположная опухоль, больные с этими опухолями имеют очень высокий шанс иметь постоянную колостону в результате брюшно-промежной экстерпации. Именно поэтому это представляет собой особый контингент больных, для которых поиск каких-то альтернативных сфинтеросхраняющих вмешательств органов безусловно очень важен. Ну и пока у нас нет, конечно, достоверных доказательств, что это все возможно применять в общепринятой практике. Вот профессор Джерард так ознаменовал нынешнее положение вещей в хирургии рак-прюшки. От сфинтеросбережения к органосбережению. А что такое органосбережение? Прежде всего, это операции, связанные с местным иссечением. Что они нам позволяют? Они позволяют радикально лечить ранние и небольшие опухоли и позволяют достигать места контроля после лучевой терапии. Что мы называем маленькими больными раком-прюшки? Т1, Т2, Н0, М0. Какие варианты этого? Сегодня вы услышите, сегодня и завтра, и даже увидите. Прежде всего, это трансональная резекция, эндоскопическая резекция слизистого слоя, эндоскопическая резекция подслизистого слоя, трансфинтерные подходы, ну и, конечно, трансональная эндоскопическая микрохирургия. Что она нам позволяет? Наиболее современный метод. Прежде всего, она позволяет нам иссекать все слои стенки прямой кишки. Она позволяет это сделать предотвращаться опухоли до 20 сантиметров, чего раньше мы, конечно, не могли сделать. И она позволяет нам обеспечивать, точнее, очень хорошую визуализацию. А вот то, что нас должно так или иначе лимитировать, вот здесь вы видите стодирование опухоли, ограниченных последствий слоем кишки, которое было предложено кикушече в 1995 году, то есть распространение внутри только последствий слоя. И тем не менее, как мы оцениваем риск лимфогенных метастазов при этих опухолях? От нуля до 10% это в самом последствийном слое, но если опухоль уже переходит в мышечный слой, то вероятность развития региональных метастазов уже равняется 15-20%. И здесь, конечно, говорить уже о местном иссечении, применении локального метода при стадии Т2 может быть только при применении каких-то дополнительных методов. Но я очень осторожно говорю это слово «может быть». Потому что, скорее всего, все-таки это высокий риск и делать, наверное, этого все-таки нельзя. И на сегодняшний день наихудшие результаты после местных иссечений оказываются там, где пытаются их делать при распространении опухоли на мышечный слой. Итак, на сегодняшний день что же мы можем сказать по поводу местного иссечения? Да, это цель на альтернативу радикальным вмешательствам. Да, это важно с точки зрения органов сбережения. Ее возможно применять, пожалуй, только после предоперационной лучевой терапии. Ну и технология трансанальной леноскопической микрооргии, конечно, перспективно она развивается и будет еще более развиваться. А вот проблема местного распространения рака, о котором, к сожалению, в нашей стране, особенно в Петербурге, нам в частности приходится иметь дело. А вот какие же здесь-то проблемы? Ну, на сегодняшний день, наверное, только одно очень положительное, можно сказать, что предотвращение местных рецидивов это проблема практически, кишина. Как я уже сказал вам сегодня, с помощью химио-лучевой терапии мы сводим частоту местных рецидивов к минимуму, если не к нулю, то, по крайней мере, она равняется не более 2-3 процентов. Поэтому этот вопрос мы можем сегодня и не обсуждать. А вот скрытые метастазы это реальная проблема. Химио-лучевая терапия, да, это стандарт лечения, но химиотерапия неэффективна или я бы даже сказал слишком слаба при раке прямой кишки для того, чтобы мы могли на нее уповать. Почему? А вот на этот вопрос, так сказать, можно ответить следующим образом. Смотрите, химио-лучевая терапия приблизительно это 5 недель, время до операции еще проходит, 8 недель, послеопрессионный период 4 недели, это в лучшем случае, ведь бывают и осложнения, которые удлиняют этот период. Таким образом, проходит более 4 месяцев до начала адюантной химиотерапии. Более 4, то есть то, что вообще не укладывается в рамках адюанта. Может быть, слабость этой химиотерапии в этом и заключается, что мы раньше ее не можем провести и не проводим, и поэтому получаем такие неудовлетворительные результаты. Вот на эти вопросы попытался, точнее, пытается, потому что это исследование не так давно начало в Европе, европейское исследование, РАПИДа, которое ставит основной свой вопрос, а может ли химиотерапия, переведенная в нео-адюантный режим, повысить выживаемость и улучшить результаты лечения? Здесь двое группы больных. Первая, это как бы классическая химио-лучевая терапия операция и адюантная химиотерапия, а вторая, концентрированная лучевая терапия, 5 по 5, затем не немедленная операция, а тот же интервал в 8 недель, но за это время проводится 6 циклов химиотерапии, и затем только эти больные оперируются. Поэтому первичная, так сказать, конечная точка стоит, это свободная выживаемость, раково-специфическая выживаемость, ну, конечно, это и полный патологический ответ, токсичность лечения, но, тем не менее, это очень перспективное исследование, и в Европе оно сейчас набирает силу. В этом, может быть, есть определенная действительно логика. Ну, и в заключение. Хирургический метод является золотым стандартом, безусловно, в лечении больных раком прямой кишки. Краеугольным камнем, выборе лечебной тактики, мы считаем отношение опухоли, не только мы, все мы, как специалисты, отношение опухоли в собственной фасции прямой кишки. И даже применяя современные хирургические методики, все-таки большинство опухоли прямой кишки ниже переходной складки брюшины, мы считаем, следует лечить, используя предупрессионную лучевую терапию. Два слова у меня есть. Почему? Вот этот может быть некий спорный вывод, так сказать, тем не менее, я на нем настаиваю. Во-первых, он может быть имеет не столько научное, а столько практическое значение. Во крайнем мире, в нашей стране далеко не все клиники или отделения или больницы используют магниторезонансную томографию в оценке, первичной оценке степени настроения процесса. Если этого не делать, еще раз говорю, извините, пальцем в небо попадаем и вообще не знаем, надо ли больного облучать до операции, а может быть не надо. Извините мне, мы оперируем, получаем ответ, хорошо, если это действительно тоже грамотные морфологи и начинаем, извините, чесать затылки и говорить, ой, наверное, надо больного провести послеоперационную или химилучивую, или еще что-то. Мы в институте часто это видим, когда к нам приходят больные. Но извините меня, послеоперационную неравнозначно предоперационную. Отсюда результатов все-таки нет. И говоря о том, что вот сегодня уже так или иначе патолог сказал, об этом надо всегда помнить, об полноте, об оценке полноты, качестве современной операции. Совершенно четко, правильно, Квирк предложил это данные, так сказать, о полной, почти полной и неполной качестве удаления мезоректом. Так вот, не так давно прозвучало исследование, так сказать, данные они подвели, что приблизительно от 30 до 50 процентов произведенных операций оценивается как неполное, невдовольное качество мезоректомоктомии. Это в Европе. И даже сам Вилл Хилл, так сказать, тогда сказал, что и по его данным, так сказать, его данные приблизительно чуть ли не 30 процентов. О чем это говорит? У каждого второго больного иначе был недостаточный объем резекции. Мы не можем гарантировать операцию, что мы всегда сделаем так, как мы этого хотим сделать. Может быть, поэтому с практической точки зрения все-таки у этих больных лучше начинать лучевую терапию, по крайней мере в концентрированном режиме. Презапевляционная химия-лучевая терапия, она нам позволяет уменьшать систоли цидивов и создает условия для увеличения института сохраняющих операций, а то, что я сейчас даже сказал, органно-сберегающих операций. Степень регресса напрямую коррелирует с выживаемостью и частотой местных институтов. Поэтому достижение полного клинического регресса принципиально важно на сегодняшний день. Регресс создает предпосылки для избавления больного с опухолиопримкишки от послеоперационных осложнений и летальности, которые связаны с выполнением обширных радикальных вмешательств. То же, что очень важно, использование стандартизированных систем для оценки степени регресса может предоставить ценную информацию центрам, которые специализируются на лечении этих больных. Вот видите, мы сегодня, так сказать, коллега назвал еще большей оценкой классификации степени регресса. Я вам показал три. Каждая клиника и каждая страна делается по-разному, а сравнивать нам потом приходятся несоразмеримые вещи. Конечно, надо обязательно стандартизовать эти системы. Ну и у больных, страдающих раком бремя кишки при значительном регрессе после химио-лучевой терапии возможное выполнение органных сохранных операций с теми результатами, которые не будут уступать таковым после радикальных вмешательств. Но оценка степени распространения принципиально важна. Нельзя завышать и показания, иначе мы всегда даем повод, так сказать, оппонентам сказать, ну что в местное сечение, как это может быть. Так сказать, смотрите, одни рецидивы и одни отдаленные метастазы. Боюсь, что в данном случае не метод будет виноват в этом, а мы с вами неправильно оценивши степень распространения процесса и предложившим больному неадекватное лечение. Спасибо за внимание.